Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очень простым рецептом Чаобаты на закваске. Не бойтесь готовить хлеб на закваске, это очень просто и получается необычайно вкусно. Подробный рецепт как вывести закваску есть у меня на канале. Я ее выложу без весов, без каких-либо приспособлений. Все очень быстро и просто. И я уверена хлеб получится у всех. Посмотрите какой получился великолепный мякиш. Он такой пористый, такой нежный, воздушный. А сверху хрустящая корочка. Как же это вкусно! Итак, сейчас я приготовлю опару для теста. Опару на закваске. Я достала мою закваску, которая спала в холодильнике. И я сейчас буду делать опару и соответственно буду обновлять закваску. Сразу хочу показать какой мукой я пользуюсь. Это у меня белая пшеничная мука высшего сорта. Содержание белка у меня получается 9,5-12. И также я использую вот такую цельнозерновую муку. Ну и конечно понадобится немного воды. Итак, вот в эту мою закваску. Здесь у меня наверное этой закваски ну граммов наверное 100 с чем-то. Я добавляю 3 столовые ложки муки высшего сорта. И добавляю 1 столовую ложку цельнозерновой муки. И теперь я добавляю воду. Воду я также добавляю на глаз. И хорошо перемешиваю. По консистенции закваска должна получиться как густая сметана. Я хорошо активно перемешиваю, чтобы насытить закваску кислородом. И я вот приспособилась. Беру вот такую высокую баночку. В ней закваска очень как-то легко поднимается. Посмотрите сейчас какая консистенция закваски у меня получается. Вот она как густая сметана. Все, воду сюда я больше добавлять не буду. Хорошо перемешала. Сразу скажу, у меня здесь в стакане было примерно 100 мл воды. И вот немного еще осталось. Как видите, я добавила получается 4 столовые ложки всего у меня было муки. Чуть меньше, чем 100 мл воды. Но это если кому-то важна громовка. И друзья, еще один такой небольшой секрет. Если вы хотите, чтобы закваска опара быстрее поднимались, добавьте буквально одну каплю меда. У меня вот такой дикий мед. Он очень хороший. И хорошо перемешайте снова. Опара будет подниматься быстрее. Мед поможет опаре хорошо подняться. Все, оставляю постоять часа на 4. Вообще, конечно, в зависимости от того, насколько активная закваска, она может подниматься и быстрее и медленнее. И также зависит все от температуры в помещении. Чем теплее температура в помещении, тем быстрее поднимается закваска. Итак, я просто вот таким образом прикрываю крышку. Плотно ничего не закрываю. Вот так прикрываю и оставляю на 3-4 часа. Для приготовления теста мне понадобится чайбату. Сегодня чайбату я буду готовить на закваске. Как видите, у меня сейчас опара на пике своей активности. Она хорошо бурлит, хорошо поднялась. Очень много пузырьков. И готовить тесто я буду на муке с высоким содержанием белка. 12-14 граммов. В миску я вливаю воду. Это обычная вода из фильтра. Она комнатной температуры. Миску с водой я поставила на весы. Мне понадобится 100 граммов опары. Посмотрите, как опара плывет. Это один из показателей, что закваска очень хорошая. Сейчас вот эту опару, которая здесь осталась, я закрою крышкой и отправлю в холодильник. Это уже будет у меня закваска для следующего хлеба. Добавляю в миску соль, немного меда. На меде тесто на закваске очень хорошо подходит и мне нравится вкус. Также в чайбату добавляем растительное масло. Все перемешиваю. По желанию, если хотите, можете использовать не только муку высшего сорта, но и добавить немного цельнозерновой муки. Но я хочу сделать именно такую классическую чайбату на муке белой высшего сорта. Просеиваю муку. Сначала все немного перемешиваю лопаткой, а затем домешу руками. Прямо в миске. Слишком долго я ничего вымешивать не буду. Просто надо добиться того, чтобы масса стала однородной. Тесто здесь получается достаточно вязкое. Таким образом я вымешиваю тесто минут 5, не больше. Как видите, оно получается вот такое липкое. Закрываю миску пленкой. Сверху полотенце и оставляю тесто для брожения при комнатной температуре примерно на час или два. Не привязывайтесь к тесту на закваске к четкому времени. Вы должны смотреть по внешнему виду. И конечно ориентируйтесь по времени, сколько у вас есть времени с тестом на закваске. Если оно даже постоит у вас чуть дольше, ничего не случится. У меня прошло примерно 2 часа. Я здесь подготовила мисочку с обычной водой. Руки смачиваю в воде и теперь тесто вот таким образом вытягиваю. Как видите, оно еще не такое однородное, но уже оно поднялось слегка. Вот таким образом я вытягиваю тесто со всех сторон. Снова его вот так округляю, закрываю и оставляю на 30 минут. Таким образом вытягивать и складывать тесто надо 4-5 раз с интервалом в 30 минут. Это был первый раз. Вытягиваю тесто второй раз. Вытягиваю тесто третий раз. Вытягиваю тесто четвертый раз. Вы только посмотрите, как оно уже поднимается. Вы видите, здесь сверху уже образуются вот такие пузыри. И снизу очень хорошо видно, как пузырится тесто. Оно здорово увеличилось в объеме. Сейчас я снова его вытягиваю. Видите, как оно хорошо тянется? И у меня сейчас уже нет времени обминать его пятый раз, поэтому обминаю только четыре раза. Подбираю его вот таким образом. Не бойтесь руки смачивать водой, это тесто любит воду. Тесто снова закрываю. Оставляю его еще при комнатной температуре примерно на 30 минут или на час, смотря сколько у вас времени. Посмотрите, как у меня поднялось тесто. У меня сейчас прошло минут 40 после последней обменки. И я тесто отправляю в холодильник для холодной ферментации. В холодильнике оно должно провести минимум 10-12 часов. Если оно у вас в холодильнике постоит даже сутки, в этом нет ничего страшного. Наоборот, проходит такая холодная ферментация этого теста, и оно будет еще более полезным и более вкусным. Тесто стояло у меня в холодильнике чуть больше, чем сутки. Вы только посмотрите, как оно поднялось в холодильнике. И вот внутри, видите, сколько пузырьков воздуха. Формовать чиабатты я буду на манке. Можно это делать на муке, как вам больше нравится. Я хорошо доску присыпаю манкой, так как тесто липкое. И теперь достаю тесто из миски. Я просто его вот таким образом переворачиваю. Оно сейчас холодное. Тесто как будто само за собой тянет все. Видите, как оно легко выходит. Слишком сильно я ничего обминать не буду. Сейчас мое тесто я вот таким образом немного растягиваю. Сверху его также слегка присыплю манкой. И растягиваю в пласт. Делаю вот такие легкие движения руками. Я хочу сохранить вот эту такую замечательную пышность теста. Если где-то прилипает, можно подсыпать манку. Растягивайте тесто потихоньку. Дайте ему отдыхать. Вот так вполне достаточно. И теперь в зависимости от того, какого размера вы хотите сделать чаобату, на столько частей делите тесто. Я разделю сейчас сначала пополам. И из этого кусочка, который у меня получился такой чуть побольше, я сделаю две чаобаты. Разделю его еще пополам. А из этого сделаю одну большую. Тесто я немного растягиваю. При желании его можно еще сложить вот таким образом, чтобы придать такую более правильную форму хлебушку. И эти тоже вот таким образом подгибаю и переворачиваю. Отрываю кусок пергаментной бумаги, слегка присыпаю манкой и переношу чаобаты на пергамент. Сейчас накрываю их полотенцем и оставляю при комнатной температуре примерно на час-полтора. Посмотрите, как хлебушек увеличился в объеме. Я достала из духовки горячий противень. Хлеб буду выкладывать на обратную сторону противня, так легче перетаскивать. И отправляю мой хлеб выпекаться в разогретую до максимальной температуры духовку. Это у меня 230 градусов. Примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. У меня, как я уже сказала, горячий противень. Снизу я ставлю сковородку, в которую я добавляю лед, чтобы был пар. И выпекаю хлеб до красивого золотистого цвета. Чаобаты испеклись. Они получились просто великолепные. Я их так хорошо подрумянила. Люблю, когда хлебушек румяный. Перекладываю на решетку и оставляю пока хлебушек остывать. Чаобаты получились просто красавицы. Посмотрите, как они здорово увеличились в объеме. И они такие легкие, просто невесомые. А сверху вот такая хрустящая корочка. Оставляю пока остывать. Чаобата у меня еще до конца не остыла. Она еще теплая. Но все мы так хотим ее сразу попробовать. Разрезаю ножом-пилочкой. Посмотрите, какая красота получилась. Какой нежный, воздушный мякиш. И внутри вот такие характерные дырочки. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.